В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на! Всем привет! В эфире «Наш универ». Я, Михаил Дранников. И я, Юлия Камлякова, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. День знаний у школьника и студента. Найди пять отличий. Первое сентября глазами выпускницы нашего универа. Путешествуем по университетам России. Знакомьтесь, Дальневосточный федеральный. Миша, что спим на трудовой вахте? Не спим, думаем. О, это хороший знак в начале учебного года. Я вот о чем думаю. В универе остаться или в школу вернуться? По-моему, для тебя ответ очевиден. В универе никто за тобой не бегает, учиться не заставляет. Не скажи. Когда никто тебя учиться не заставляет, в конце семестра уже ты за всеми бегаешь. О, да ты и вправду стал думать. Тогда давай посмотрим сюжет. Детство закончилось. С первого сентября Денис ученик. Первый раз в первый класс. Ты, Юлия Алексеевна, моя первая учительница. Готовиться к школе семья Харитовых начала с мая. Покупка формы, портфеля, дневника для хороших оценок и всего необходимого. Мама Дениса, Светлана, переживает больше сына. Я думаю, для ребенка как раз нет для него больше праздника. Вот для мамы, для семьи, для родственников вот как-то это больше волнительно. Вообще мы как бы волноваться в середине августа начали. Для первоклассников первое сентября – важный и желанный праздник. Волнение не покидает малышей ни на минуту, а первый звонок дает отчет новой жизни. Новая жизнь начинается и у студентов-первокурсников, и День знаний для них также важен. Ирина в этом году стала студенткой Сибирского государственного аэрокосмического университета. К выбору нарядов на первое сентября и своему внешнему виду в этот день отнеслась серьезно. Белая блузочка, жилетка, на всякий случай, если будет холодно. И юбка. Такая юбка. Ира признается, из однокурсников никого не знает. И в университете пока чувствует себя не очень уютно, все незнакомое. Не знаю, до последнего как, куда, кто примет, как все это будет происходить. Жалко было расставаться со школой. Нашей героине еще сложнее. Она давно занимается степом и 1 сентября выступает на торжественной линейке для таких же, как и она. Линейка у первокурсников отличается от школьной. Отсутствие букетов и бантов, да и родителей – единицы. Лица у всех серьезные и напряженные. Волнуются. Ведь в этот день происходит первое знакомство с одногруппниками, преподавателями и их самая первая студенческая клятва. Не жалеть сил и времени на постижение наук и получение знаний на благо России. Для Дениса и Ирины, как и для всех новоиспеченных красноярских школьников и студентов, начинается новый этап в жизни, где главное – не упустить шанс получить необходимые в будущем знания. Ну, а как у тебя, Юля, прошел День знаний? Просто песня. Песня Григория Лепса «Самый лучший день». Посуди сам, занятий нет, праздник есть, но следующий день – выходной. В общих чертах все так, но хотелось бы узнать подробности. О подробности в сюжете. Первое сентября – День знаний. Уже в 15-й раз в своей жизни я отмечаю этот праздник. Пятый – в стенах Сибирского федерального университета. Сибирского федерального университета. С этого дня тысячи вчерашних выпускников будут носить гордое звание студентов. Лекции, семинары, зачеты – все это у них впереди. А сегодня – праздник. И первокурсники радуются тому, что смогли, добились и будут учиться там, где мечтали. Я поступил в институт нефтегаза на нефтегазовое дело. Я пришел к этому, начиная с 9-го класса. В 9-м классе я точно определился, что я хочу связать свою жизнь с газовой отраслью. И пошел специально для этого учиться в физико-химический класс. Что интересно? Мы приглашаем вас на площадку Игорьского культурного центра. Научиться чему-то новому, показать свои таланты или просто подурачиться и развлечься – новоиспеченные студенты могли на разнообразных площадках, которые организовали все институты СФУ. Их было так много, что на простое ознакомление со всеми у меня ушел не один час времени. Мама, Люба, давай, давай, давай! Мама, Люба, давай, давай, давай! Так как в моей студенческой жизни это был последний день знаний, я решила сделать его запоминающимся. И с огромным удовольствием принимала участие во многих развлечениях и конкурсах. За два вопроса отвечаешь. Если отвечать будет плохо, это ясно? Мое самое первое сентября, когда я пошла в первый класс. Обычно же старшеклассники несут маленьких первоклассниц на плече. А я всегда была очень стеснительная, и мальчик хотел взять меня, а я убежала. Запомнилась моя первая сентября, потому что я тогда поступала. Для меня это было все новое, я видела новых людей, я познакомилась тогда очень много со старшеклассниками. Для того, чтобы день знаний в стенах университета запомнился надолго, организаторы предусмотрели практически все. Учли даже разнообразие студенческих музыкальных вкусов. Поэтому кто-то отплясывал под зажигательные песни группы Крайком партии, а кто-то подпевал рок-команде Алтея. С белой завистью я смотрела на тех, кто только сегодня получил свой студенческий билет. Через год уже они будут поздравлять новых студентов. А для меня этот год в родных стенах будет последним. Хотя, ведь можно поступить в аспирантуру. Юля, не знаю как тебя, а меня постоянно спрашивают, наш универ это какой? А это Миша Универ, где горит огонь творчества, где учатся активные, креативные и позитивные студенты. Продвигается наука, а одним словом кипит жизнь. Так в Красноярске все такие, все универы наши. Я тебе уверяю, их больше от Калининграда до Владивостока. Все наши. И подтверждением тому рубрика «Университеты России». Сегодня начинаем знакомство с Дальневосточным федеральным университетом. На изгибах двух полуостровов, рядом с водами бухты Золотой Рог, на одной широте с французской Ницей и американским Бостоном, расположен город Владивосток. Он находится на пересечении традиционных торговых путей. Владивосток во все времена имел важное стратегическое значение для страны. Выход в океан и экономически развитые соседи способствовали быстрому развитию региона и превратили город в центр внешней политики России на Дальнем Востоке. Поэтому именно здесь расположился один из федеральных вузов России Дальневосточный федеральный университет. История высшего образования на Дальнем Востоке началась с образования Восточного института. 1 октября 1899 года по указу императора Николая II здесь у нас в Владивостоке было открыто первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. И какие бы исторические преобразования в стране не происходили, институт стабильно выпускал специалистов-востоковедов. Потребность в специалистах восточного языка была огромная, потому что политика с запада России повернулась вот сюда, на Дальнем Востоке. В 2008 году указом президента России было решено создать на базе Дальневосточного государственного университета новый вуз федерального значения. Это довольно большой университет, в нем учатся 63 тысячи студентов, работают 7700 сотрудников. И, в общем, довольно большие планы по превращению этого университета в один из лидеров российского профессионального образования и вхождение в семью, в достойную семью лучших мировых университетов. В 2011 году создание ДВФУ формально завершилось. В состав Дальневосточного вуза вошли еще три университета. Тихоокеанский экономический, уссурийский педагогический и дальневосточный технологический. Сегодня ДВФУ имеет 25 филиалов в различных городах Дальневосточного федерального округа и одно представительство в Японии. Филиал очень хорошо развивается, привносит в эти территории, японские территории, нашу российскую культуру, наш язык, наши традиции. Во Владивостоке располагается 48 корпусов университета. Однако уже в сентябре этого года планируется масштабное переселение Дальневосточного федерального на остров Русский. Грандиозная стройка там подходит к концу. Дальневосточный федеральный университет на сегодня самый масштабный проект на Дальнем Востоке. Например, этот общеуниверситетский центр одновременно способен вмещать до 7,5 тысяч человек, а всего на острове Русском будет жить до 30 тысяч студентов. Размеры стройки действительно впечатляют. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя бассейн, несколько площадок для игровых видов спорта, тренажерный зал и футбольное поле. Приезд мы осуществим сразу после проведения саммита от С-12 года. Саммит, как известно, состоит в сентябре 12-го года на острове Русский. И после его окончания университет сразу переедет на остров. И будет новый учебный год. В 2013 году открывать уже там. Структура Дальневосточного университета выстроена по типу западных учебных заведений. Вместо факультетов и институтов – школы. Их 9 на любой вкус. Начиная с инженерной и заканчивая школой искусства, культуры и спорта. Никлушевский Владимир Владимирович, ректор Дальневосточного федерального университета. Специально для нашей универы. А в следующем сюжете мы расскажем, сколько иностранных студентов обучается в Дальневосточном федеральном университете. Какую продукцию выпускает собственное пищевое производство ВУЗа. И как выглядит микроскоп за 2 миллиона евро. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф. А также приглашаю нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Вот и начался новый учебный год. Пора студентам и школьникам учиться, учиться и еще раз учиться. Владимир Ильич Ленин и наш универ. Пока! Мы смотрим вверх, а не вниз. Наша жизнь – мания. И самый главный девиз – стремись к знанию. Время настало! Наш универ ущает. Наш универ ущает. Время настало! Наш универ ущает. Время настало! Наш универ ущает. Время настало! Наш универ ущает.